Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Прямо сейчас вместе с моими коллегами вспомним, чем запомнилась неделя в городе. Смотрите в выпуске. У вас все получится. Михаил Мишустин остался доволен. Визитом в Рязани пообещал помочь финансово. Засады на пернатых. В области стартовала весенняя охота. Росгвардия напоминает правила обращения с оружием. Панталоны приглашают в гости. В день рождения кукольного театра. С 1 апреля стартовал сезон охоты. Правда, только на селезня и с подсадной. Поэтому охотники ждут 8 и 15 чисел. Тогда будет разрешено добывать болотно-луговую и боровую дичь. В Росгвардии напомнили основные правила обращения с оружием. Разряженное оружие в чехле, патроны отдельно. Это одно из главных правил при транспортировке ружья, которое должен запомнить охотник. О других обычно помнят все. Они больше связаны с документами. Разрешение на добычу ресурсов, путевка в охотхозяйство, охотничий билет и разрешение на право ношения оружия. Без всего этого на зверя лучше не ходить. Иначе есть риск встретить наряд росгвардейцев. У них традиционные рейды по популярным местам у охотников. Запрещается находиться с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Передавать оружие третьим лицам. Без разницы, родственники это там, либо знакомые. То есть за оружие отвечает у нас конкретно владелец оружия. Также оставлять оружие без присмотра. Производить выстрелы ближе, чем 200 метров от ближайших населенных пунктов. Запрещено стрелять также рядом с линиями электропередач и по дорожным знакам. Впрочем, на этом охотников пока не ловили. Но встречали особо рьяных в зеленой зоне без необходимых документов. Рассказали сотрудники о самых распространенных нарушениях. Самые основные это у нас нахождение с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Как обычно собирается компания, под вечер все отмечают. Второе основное это передача оружия третьим лицам. Собираются не только охотники, у которых есть оружие, но также их приятели, какие-то родственники с собой берут и начинают одно ружье передавать по кругу нескольким лицам. Нарушения за каждое из них 5000 штрафа. А следить за соблюдением правил будут регулярно. Рейдовые мероприятия инспекторы лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии сейчас в период охоты проводят ежедневно. И лучше, конечно, перед сезоном подучить правила, чтобы самому не стать добычей. 60 лет назад Президиум Верховного Совета СССР передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР, позднее МВД. Именно эта дата стала отправной точкой в истории следственных подразделений системы МВД. В МВД России Паризанской области состоялось торжественное собрание, посвященное дате. Профессия следователя одна из самых сложных, ответственных и социально значимых в правоохранительной системе. Следствие ведут знатоки. Название популярного советского телевизионного сериала стало не только крылатой фразой, но и, по сути, содержанием работы сотрудников многих подразделений органов внутренних дел. Следователь должен быть высоким профессионалом в своей работе, психологом, разносторонним, развитым человеком. Поэтому все вы, мы вместе, если мы вместе летим в следствие по всей стране, мы именно работаем такими, конечно. За 60-летнюю историю органы предварительного следствия МВД сформировались и окрепли. Определились наиболее целесообразная структура, стиль и методы работы. Вся система органы общественного поля и безопасности играет. В конечном итоге зависит от личности следователя. Следователи выезжают на место прижиме, кто-то заказывает на свидетельные заключения для тех, которые совершили преступление. И от того, как грамотно профессионал, он это же сделает, например, для расследования, зависит жизнь человека, которому будет 5-5 лет. Головное подразделение ведомства в разные годы существовало в форматах следственного управления, главного следственного управления, следственного комитета, а в 2011 году было преобразовано в Следственный департамент МВД России. В компетенции следователей органов внутренних дел самые различные преступления. От краж до сложнейших преступлений в сферах экономики и информационно-телекоммуникационных технологий. Надеюсь, что у вас все получится и набережную Кремля сделаете яркой. Рязань – красивый город, уверен, что с вашим участием регион станет еще более красивым и комфортным. Об этом заявил премьер правительства России Михаил Мишустин, губернатору Рязанской области Павлу Малкову по итогу визита в регион. Он побывал в онкодиспансере на промышленном предприятии, а затем пообещал поддержать регион во всех начинаниях. Свой визит в Рязань премьер-министр Михаил Мишустин начинает с посещения онкодиспансера. Новый восьмиэтажный лечебный корпус на 250 коек построен по нацпроекту здравоохранения. Официально его откроют в июне площадь здания свыше 42 тысяч квадратных метров. Предусмотрены 12 лечебных отделений, 10 современных операционных, а также поликлиника на 150 посещений. Новейшее оборудование преимущественно российского производства. Впрочем, есть и иностранное. Запустили трехуровневую систему экологической службы. То, что сейчас об этом в двух словах уже сказали. То есть онкодиспансер по своей тематике, курирует все остальные учреждения области. Вот здесь нарисована как выстроена маршрутизация. Все решения принимаются совместно. Вот надо сказать, уже есть результат. То есть выявление заболевания на ранней стадии уже существенно выросло. Теперь самое важное, это, конечно, получить все лицензии, сертификаты. Достаточно непростая эта процедура. Уверен абсолютно, что с профессиональным министром, с главврачом вы все это быстро закончите. Что важно, что принятое решение, оно подтверждает, собственно говоря, что планирование сегодня медицинское здесь было сделано разумное. Вы правильно сказали, территориальное планирование надо делать сразу, поскольку охват медицинскими услугами, медицинской помощью должен быть понятный и планируемый. Иначе потом приходится все время обращаться с банковыми средствами. На выставке Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятий Рязанского кластера. Сейчас там 12 предприятий, объем их выручки по прошлому году составил порядка 100 миллиардов рублей. Это вакцины и лекарственные препараты, в том числе для лечения онкозаболеваний, медтехника, стерилизационное, лабораторное и физиотерапевтическое диагностическое оборудование. Рязанская область готова сегодня стать драйвером увеличения производства плазмы крови. У нас сегодня в регионе реализуются два специнвестконтракта, два производства, большие два проекта, и могут выпускаться препараты плазмы крови и средства для диагностики и лечения онкологии. Некоторые из них уникальны, никаких аналогов в стране не имеют. Следующая точка маршрута – некогда совместное с иностранцами промышленное предприятие «Ларта Глаз Рязань», производящее стекло и изделия из него. Сегодня его проектная мощность – 750 тонн продуктов в сутки. В линейке более 15 видов энергосберегающего и солнцезащитного стекла для коммерческого строительства, зеркала и много чего еще. Предприятие входит в перечень системообразующих, его выручка за прошлый год примерно 8 миллиардов рублей. Важно отметить, что после выхода из российских активов Guardian Industries компания не только сохранила коллектив, но и увеличила рынки сбыта. А вот для того, чтобы в регионе и дальше хотелось жить и работать, заявил Павел Малков, нужны благоустроенные общественные пространства. Михаил Мишустин и губернатор Рязанской области представил проект большого пешеходного маршрута, более чем в 13 километров. 286 гектаров земли. Большой пешеходный маршрут через лесу. Маршрут начнется с торгового городка. Это наш Рязанский ВДНХ. Его построили в 1955 году. Потом он был частично разрушен, заброшен. Затем идем через лесопарк. Там тоже проходит благоустройство с прошлого года. Работаем по программе трансформирование комфортной городской среды. И парк уже сейчас становится одним из любимых видов отдыха для жителей. Дальше набережная через нее в Кремль. Потом Лыбецкий бульвар. Конечная точка маршрута – Центральный парк культуры и отдыха. Инициативу рязанского губернатора премьер-министр поддержал. Тот самый федеральный проект создания комфортной городской среды, по вручению президента, которым мы занимаемся, он открывает нам такие маленькие жемчужины в каждом, скажем так, уголке нашей замечательной родины. И здорово, что вы так с душой, вот я вижу, как вы говорите о каждом объекте, набережной, о Кремле, о новых объектах, которые будут открываться. И это очень здорово. Когда губернатор вовлечен, и когда он, в первую очередь, собирает обратную связь, о которой тоже всегда говорит президент от людей, все получится. В заключение Павел Малков обратился к председателю правительства с просьбой оказать финансовую поддержку в реконструкции Кремлевского сквера. Конечно, отреагировал Михаил Мишустин, все, что сможем, сделаем. Соответствующие поручения дам министру финансов России. Уверен, что этот новый импульс даст возможность сделать Рязань и в целом регион еще более красивым и комфортным, заключил премьер-министр правительства России. Параллельно визиту премьера в Рязани работал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первой точкой стала областная клиническая больница. Ее городская поликлиника – одна из самых крупных по числу прикрепленных пациентов. Медицинскую помощь здесь получают 55 тысяч человек. Один из важнейших вопросов сегодня – организация так называемых клиентских путей. Это проведение профилактических мероприятий, профосмотров и диспансеризация. Для пациентов, которые их проходят, в городской поликлинике ОКБ организовали единый кабинет забора крови. У кабинета участкового терапевта Михаил Мурашко пообщался с пациентами. Отзывы в основном касались новшества – внедрения в ОКБ медицинской информационной системы РТМИС. В стационаре областной клинической больницы министр здравоохранения ознакомился с работой приемного отделения. Ежедневно сюда поступают около 120 пациентов на экстренный прием и около 100 человек для плановой помощи. Чтобы эффективно оказывать им медицинскую помощь, в ОКБ работает система разделения потоков пациентов по степени тяжести и их состояния. По итогу визита Михаил Мурашко отметил высокий уровень оказания медпомощи пациентам разных профилей. В Верховье Хаки мы наблюдаем снижение уровня воды, стабилизацию обстановки ждем в ближайший день-два. Об этом на правительстве заявил первый заместитель начальника главного управления Рязанского МЧС Александр Воробьев. По данным спасателей, пик половодия на реках Ака и Мокша приходится на эту неделю, а затем все придет в норму. Тем не менее, на всякий случай в постоянной готовности аэромобильная группировка. Кроме того, на правительстве увеличили выплаты участникам СВО и приняли изменения в областном бюджете. Контроль за приходом большой воды для губернатора и регионального правительства сегодня тема номер один. Прогнозы на дальнейшее прохождение половодия пока сдержано оптимистичны. Да, темпы роста уровня воды стали ниже, а на малых реках пик половодия, по данным МЧС, уже пройден. Но опасность, пусть даже где-то гипотетическая, все равно есть. В ближайшие трое суток прогнозируется теплая погода. На реке Аке ожидается незначительное повышение уровня воды. Суммарный подъем воды будет в районе 20-30 сантиметров, что не приведет к улучшению обстановки. Уровень воды у города Рязани оставляет 580 сантиметров, значит сегодня за сутки плюс 11 сантиметров, вчера было плюс 15. Неуприятные явления 540, опасные 650 сантиметров. В Рязани затопленный лесопарк уже красуется на федеральных каналах, в Борках. Большая вода затронула уже с полсотни участков. По словам главы администрации Елены Сорокиной, сейчас главное оперативно реагировать на изменения. Выгорожен Окский проезд, налажены мостковые переправы в поселке Борки на улице Затинная, наращиваем мостковые переправы с поселка Остров на городскую территорию, мониторим ситуацию на улице поселок Мехзавода, это одна из самых низких точек города. Автовокзал на данный момент принял решение сегодня утром, поскольку платформа не затоплена, продолжает работать в прежнем режиме. Уборку города тоже нужно ускорять, заявил Павел Малков, и это касается не только Рязани, но и всех муниципалитетов. Проблема вывоза мусора после таяния снега снова становится актуальной. Несанкционированных свалок все больше. Мне Артем точно сказал, он в выходные ездил по дорогам области, смотрел их состояние, в том числе на выезде из Ермиши видел свалку. А мусор из нее разлетается до ближайшего соснового леса. Вот таких мест, конечно, не должно быть, это безобразие. На новые комитеты, ставшие самостоятельными, в правительстве сегодня перераспределили денежные потоки. Больше всего получит комитет по инвестициям и туризму почти полтора миллиарда, комитет по информации и массовым коммуникациям 220 миллионов рублей, а комитет по молодежной политике 96. А еще строчку выплаты участникам специальной военной операции в бюджете увеличили почти на 98 миллионов рублей. Серьезной статьей о расходной части Павел Молков назвал затраты на выкуп пока еще платного ряжского путепровода. То постановление, которое сейчас рассматривается, это важный шаг, но после его принятия еще очень много работы будет впереди и юридических вопросов, и организационных, и строительных. Там еще предстоит допроектировать и достраивать некоторую часть. В любом случае это важный ключевой шаг. Выкупить путепровод власти намерены уже в этом году. Утвержденная сумма почти 309 миллионов рублей. А после дополнительного обустройства, по словам Павла Молкова, проезд по нему станет бесплатным. В 2022 году в России ввели рекордный объем жилищных площадей. Прирост составил 11% к цифрам 2021 года. Для Рязани год тоже стал рекордным. Введено больше 800 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас эксперты Банка России оценили ситуацию на рынке жилищного строительства. Подробности далее. То, что цены на жилье растут, уже ни для кого не новость. Эксперты Банка России такую динамику связывают с увеличением издержек. Мол, застройщики ищут альтернативных поставщиков и выстраивают новые логистические цепочки. Прошлые поставщики стройматериалов и техники с рынка ушли. Теперь компании тщательнее подходят к отбору контрагентов, а материалы закупают с запасом и в период снижения цен. По оценкам отдельных застройщиков, себестоимость строительства в истекшем году увеличилась темпами от 10 до 30%. Это было связано с необходимостью постройки к новым сложившимся условиям хозяйствования. В текущем году застройщики считают, что темпы роста издержек будут расти медленнее, от 5 до 10%. Объем водожилья в эксплуатацию, по оценкам экспертов, сохранится на уровне прошлого года. В прошлом году рязанцы оформили больше 9 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Общая сумма почти 30 миллиардов рублей. В среднем размер кредита на покупку жилья в регионе достиг 3,2 миллионов рублей. Средний срок кредитования вырос. Сейчас это 25 лет и 4 месяца. А вот на счетах эскроу средства выросли. Причем прилично, на 70%. В регионе было открыто 5,6 тысяч счетов эскроу. Деньги покупателей лежат на них до сдачи объекта в эксплуатацию. Средства в размере до 10 миллионов рублей застрахованы агентством по страхованию вкладов. Строительные компании для возведения домов могут использовать собственные средства или брать деньги в банки в кредит. На начало текущего года застройщики взяли средства более чем на 20 миллиардов рублей для этих целей. С того момента, как ввели механизм проектного финансирования, свои квадратные метры получили около 2,5 тысяч человек. Деньги со счетов эскроу застройщикам уже перечислены. Сейчас по таким счетам в регионе строится 52 дома. Прокуратура Ряжского района при проведении проверки выявила ряд нарушений в Ряжской школе номер один. Касаются они пожарной безопасности и детского питания. В ходе проверки установлено, что в образовательном учреждении отсутствуют исправные ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. У двери одного эвакуационного выхода из помещения спортивного зала размещена мебель, что препятствует безопасной эвакуации людей. В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Над эвакуационным выходом из здания образовательной организации в кухонном помещении отсутствует статический оповещатель выход. Кроме нарушений требований пожарной безопасности, прокуратура Ряжского района были выявлены нарушения при организации питания учащихся. Так, в меню, вывешенном в обедном зале столовой образовательного учреждения, отсутствует информация о калорийности порции каждого блюда. Кроме того, кухонные посуды, расположенные на пищеблоке образовательного учреждения, имеют стертые умаль. По указанным нарушениям прокуратура Ряжского района, директор образовательного учреждения, внесено представление обстранения нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения. По инициативе прокуратуры, виновные в допущенных нарушениях в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического режима, должностные лица школы привлечены к административной ответственности. 7 апреля православный мир отмечает один из главных христианских праздников – Благовещение. Праздник радостный, хотя и совпадает с великим, самым строгим постом. О его традициях наш следующий сюжет. То событие, которое именуется Благовещением, означает зачатие Иисуса Христа. Так начинается евангельская история. Впереди Рождество, бегство в Египет, искушение в пустыне, исцеление одержимых, тайное вечеря и арест, распятие и воскресенье. Благовещение Пресвятой Богородицы посвящено явлению ангела Гавриила, Божией Матери будущей, и возвещению им благое вести, благое – это значит доброе вести, о рождении Христа Спасителя, которого долгое время человечество ожидало. Первые изображения сцены Благовещения на картинах и иконах относятся к V веку. Это излюбленный сюжет средневекового и ренессансного искусства. В Рязанском художественном музее хранится образец иконописи XV века с изображением сюжета. Перед вами икона, которая является, пожалуй, самой древней в нашей коллекции. Икона написана мастерами московской школы. Как это легко определить? Дело в том, что как раз в начале XVI, в конце XV века в иконах московской школы удлиняются пропорции, они становятся более изящными, ими линия становятся все более и более плавной. Мы еще не можем сказать, что она рафинированная совсем, но вот эта особая лиричность образов, особенная успокоенность их, вовлечение созерцающего во внутреннее пространство иконы. В народе с праздником Благовещения связаны свои приметы и обычаи. Мудрость гласит, что в этот день девка косу не плетет, а птица гнезда не вьет. Есть связанная с праздником красивая традиция – выпускать птиц в этот день. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В свой день рождения Рязанский театр «Кукол» пригласил нашу съемочную группу «За кулисы». Уникальную экскурсию для нас провели те, кто знает про театр «Все». Очень его любят и легко проведет в мир фантазий и сказок туда, где живут куклы. А мы делимся с вами. Здравствуйте, меня зовут Синьор Панталоны. И сегодня я вам расскажу об удивительных фактах. Фактах и событиях, с которых все начиналось. Итак, друзья мои, как вы думаете, с чего начинался театр кукол? А началось все в 1927 году, когда сестры, художницы Аделаида и учитель литературы Милица Знаменские, стали заниматься театром кукол. Кстати, в этом году в театре поселилась скульптура, которая стала воплощением одной из основательниц Рязанского кукольного. Подробно об Аделаиде мы рассказывали в своих репортажах ранее. Тут интересный факт, что сестры стали основоположницами славной истории, далеко не случайен. Ведь рецепт кукольного театра – это как раз правильная смесь художественного и словесного, приправленная метафизическим. Да, природа вещей – это и есть та магия, благодаря которой в руках опытного кукловода актером может стать абсолютно любая вещь. Различие театра кукол в чём от театра драматического? В театре драматическом принцип устроен «я центр мира». Я вокруг себя как бы аккумулирую мир, и всё работает на меня. А у кукольника, я вообще в театре кукол, я в центре мира. Я исследую мир, который вокруг меня. И я становлюсь вместе с этим как одну большую конструкцию, из которой что-то выстраивается, да, и в которую я могу вписаться, либо стать чем-то, буквально там сыграть стул, сыграть стол, сыграть, то есть всё живое. У кукольника всё живое. За годы своего существования театр стал создателем и домом для сотен и тысяч кукол. Все они хранятся вот здесь. Кукла-хранилище. И у каждой своя история, свой характер и судьба. Первый раз в моей жизни я его ощущаю так ментально, наверное, гораздо старше себя и сильнее и спокойнее. Когда ты работаешь персонажа и чувствуешь, как здорово, то есть туда, да, то, что человек прожил достойную жизнь и он свободен поэтому, потому что достойно прожил, знает, знает, как должно быть. Это вот как можно искать какого-то, на кого когда вырасту, на кого я хочу быть похожим. Да, хорошая книжка. Блин, вот Атикус Финч, вот классный персонаж, думаешь. Вот это такое же ощущение. Вот так вот, вот это в жизни, хочется сказать. Эта кукла хорошо знакома взрослым театралам. Она из спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря», который получил главную театральную награду страны – «Золотую маску». В театре все художники, даже директор. Музыкальный коллектив готовый к экспериментам, как в «Синей бороде», где живая музыка звучит от импровизированного ансамбля сотрудников, среди которых лишь один артист. Кукольники готовы и к сложным хореографическим постановкам. Да и вообще сегодня театр кукол – живая легенда. Традиции, профессиональные тайны и легендарные спектакли. Целый мир, большая часть которого скрыта от глаз зрителя. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Объективно и оперативно мы рассказываем о событиях в городе. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова